МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире выпуск новостей, подготовленный журналистами Саянского телевидения. Сегодня в выпуске. Специалисты Сэнсхимпласта – победители Всероссийского конкурса. ДТП на пешеходных переходах. Торжественно открылся год экологии. Началась Масленичная неделя. А теперь об этих и других событиях более подробно. В областном центре прошел первый отборочный тур Всероссийского конкурса специалистов по ультразвуковому и радиографическому методам контроля. Трое работников градообразующего предприятия – Иван Яндышев, Георгий Ягунов и Артем Матвиенко стали победителями конкурса. Ежегодно, начиная с 2003 года, в областном центре проводится Всероссийский конкурс специалистов неразрушающего контроля. Как отметил начальник производственной лаборатории технической диагностики Сергей Ткачев, данный конкурс позволяет выявить лучших специалистов в области неразрушающего контроля, оценить и повысить уровень профессиональной подготовки специалистов. «Наше предприятие представляло три человека. Это Яндышев Иван, Ягунов Георгий и Матвиенко Артем. Вообще в этих конкурсах мы участвуем не первый раз. Начиная с 2003 года, дай бог памяти, это был первый конкурс, мы принимали участие, и так регулярно мы своих людей представляем». Работник градообразующего предприятия «Дефектоскопист» Иван Яндышев постоянно принимает участие в конкурсе, а в этом году он стал лучшим и занял первое место в своей номинации. «Каждый год, конечно, задания высылаются напрямую с Москвы, и то есть их никто не знает, так же, как и на серьезном любом экзамене. Получается, это теоретическая часть. Ну а практическая часть, это мы уже, конечно, практическая часть у нас по химпласту в Иркутской области, наверное, лучше всех, потому что такое серьезное предприятие, здесь без контроля, очень опасно работать, конечно». Результаты конкурса показали, что уровень профессионализма специалистов неразрушающего контроля растет из года в год и поддерживается на достаточно высоком уровне. Все участники подтвердили свою профессиональную квалификацию. Саянец Георгий Ягунов принимал участие в конкурсе второй год подряд. Если раньше, по признанию Георгия, ему просто не хватало опыта участия в подобных мероприятиях, то в этом году он занял второе место, немного уступив в теории своему более опытному сопернику. «Первое место заняли с энергетики, там очень серьезный конкурент был, он ездил уже в Москву, там второе место занимал. Ну, как бы, я думаю, если бы теорию я бы больше баллов набрал, возможно бы и занял первое место, потому что практика у меня была самая высокая из всех участников». Цель подобных конкурсов, по словам самих участников, это в первую очередь повышение социального статуса и престижа профессии, а также формирование системы поддержки талантливых и профессиональных специалистов в области неразрушающего контроля. Победители и призеры были награждены дипломами и ценными призами. Приятно отметить, что трое саянцев – Иван Яндышев, Георгий Ягунов и Артем Матвенко – стали лучшими. Более 30 тысяч заявлений подано россиянами на получение дальневосточного гектара, а фрумить землю можно на интернет-портале и в центрах моей документы в ряде районов Иркутской области. С 1 февраля текущего года в 9 центрах моей документы Иркутской области, расположенных в том числе в Иркутске, Братске, Ангарске, Шалихове и Херид-Булагатском районе, любой гражданин Российской Федерации, вне зависимости от места регистрации жительства, может оформить заявку на получение дальневосточного гектара через федеральную информационную систему на дальневосток.рф. Стоит отметить, что в Саянске МФЦ список центров, оказывающих услуги по дальневосточному гектару, не включен. Можно зарегистрироваться на портале государственных и муниципальных услуг. На стартовой страничке горит ярким значком «Дальневосточный гектар». Если туда кликнуть, то можно увидеть видеоролик предлагаемых земель и схему, как можно получить эти земли бесплатно от государства. Заявка на получение земель может быть оформлена как одним человеком, так и группой людей, до 10 лиц, включая детей. В течение пяти лет гражданин должен освоить этот участок, независимо, никто ему не указывает, чем он там будет заниматься, либо строить себе дом, либо возделывать фермы. И в течение пяти лет он может в дальнейшем зарегистрировать право собственности на этот участок. Напомним, программа стартовала с июня 2016 года для жителей Дальнего Востока, а с 2017 Дальневосточный гектар может получить любой гражданин страны. Действует данная программа до 2035 года. По данным сотрудников автоинспекции, каждый третий сбитый в России пешеход пострадал в ДТП на зебре. К сожалению, Саянск в этом плане не исключение. Практика показывает, что дорожные знаки, пешеходный переход и дорожная разметка зебра только обозначают место для перехода, но не гарантируют безопасность, комментируют автоинспекторы. В последнем случае в приемное отделение Саянской городской больницы была госпитализирована женщина, которая в результате дорожно-транспортного происшествия получила перелом костей таза при переходе зебры. Несмотря на то, что сотрудниками госавтоинспекции регулярно проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения, связанные с непредоставлением преимущества на пешеходных переходах пешеходам, тем не менее в городе Саянске зарегистрирован рост дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходах именно на пешеходных переходах. ДТП на пешеходных переходах происходит не только по вине самих горожан, но и водителей, которые не пропускают через дорогу саянцев и не желают соблюдать правила дорожного движения. На улице Советская в районе дома 2 микрорайона Центральной на пешеходном переходе один из водителей уступил дорогу пешеходу, движущийся по соседней полосе автомобиля совершил наезд на пешехода. В связи со сложившейся ситуацией сотрудниками ГИБДД организован усиленный контроль автоинспекторами за соблюдением водителями правил проезда пешеходных переходов. Современный и мощный технопарк предприятия «Водоканал-Сервис» пополнился новым экскаватором. Современный, мощный и надежный технопарк предприятия «Водоканал-Сервис» пополнился новым экскаватором. Колесный экскаватор корейского производства обладает отличными характеристиками. Например, глубина копания составляет более 6 метров. Объем работ все больше и больше увеличивается. Настало время, когда возникло необходимость, чтобы экскаватор был более мощный, с большей стрелой, маневренный. Стоимость такой машины более 8 миллионов рублей. Очень большое удобство в кабине машиниста. Там есть и кондиционер, микроклимат. Работникам предприятия предстоит выполнить большой объем работ по замене водоводов, в том числе в черте города. Потому такая техника нам крайне необходима, подчеркивают специалисты. Традиционный молодежный саммит состоялся в школе номер 4. В этом году он назывался «Твой выбор» и объединил различные проекты активной молодежи города, направленные на благоустройство Саянска. Уже стало доброй традицией открывать ежегодный молодежный саммит в Саянске торжественным выносом знамен и флагов. 2017 год не стало исключением. Встреча активной молодежи, школьников, представителей администрации, общественных организаций состоялась 20 февраля в актовом зале школы номер 4. В этом году саммит прошел под эгидой программы «Моногорода РФ», проекта, в рамках которого можно предложить свои идеи по улучшению качества жизни в небольших городах и рассказать о том, что они не будут. Идеи активной молодежи касались различных сфер городской жизни – образования, появления новых кадров, создания скульптур и увеличения внешней привлекательности улиц города, а также создания различных площадок для отдыха и досуга. Наш проект рассказывается про летние киноплощадки под открытым небом. Мы хотим сделать саянские кинотеатры, которые будут на улицах, в местах, в которых собираются саянцы. Мне кажется, этот проект будет нужен, он понравится, будет развлечение какое-то. Реализовать, мне кажется, его не так и сложно, потому что он не затратный. Отметим, что проекты, представленные в рамках молодежного саммита, готовят все школы. Часть из них уже реализуется, а часть вполне возможно воплотиться в жизнь в ближайшем будущем. Саянский городской совет ветеранов отметил 30-летие со дня образования. С юбилейным днем рождения пенсионеров города поздравили творческие коллективы, представители администрации и общественных организаций. Городской хор ветеранов войны и труда, ансамбль «Сударушка», волонтерская группа «Неравнодушные сердца», представители молодежного парламента, Думы Саянской городской администрации, общественных организаций. Всех желающих поздравить самых активных и неутомимых горожан, членов Совета ветеранов и не перечислишь. 16 февраля все они собрались, чтобы отметить замечательный праздник – 30-летний юбилей Саянской городской общественной организации ветеранов войны и труда. «Отрадно отметить, что Совет ветеранов, объединяющий в своих рядах более 4 тысяч человек, одна из самых активных общественных организаций не только в нашем городе, но и в регионе. В его рядах люди сильные духом, с открытым сердцем и неравнодушием ко всему, что происходит в обществе». В честь юбилейной даты активисты Совета ветеранов за большой вклад в развитие ветеранского движения в Саянске были награждены благодарностями и грамотами мэра города. Ну какой мужчина не любит вкусно и сытно поесть? С продукцией компании «Вкуснодел» каждый защитник Отечества будет и сытым, и довольным. В праздник всех мужчин День защитника Отечества так хочется удивить и порадовать своих любимых вкусными разнообразными блюдами. Бесспорным лидером в выборе мясных и овощных полуфабрикатов является линейка продукции компании «Вкуснодел», завоевавшая доверие и любых покупателей. «Нередко готовить приходится самому, поэтому для меня действительно важно, чтобы продукция была не только качественной, вкусной и сытной, но и быстрой в приготовлении. Поэтому именно для себя я выбрал продуктовую линейку компании «Вкуснодел». Ведь это не только широкий ассортимент, но действительно вкусно». В масленичную неделю особенно популярны ароматные блинчики со всевозможными начинками. И защитники Отечества всех возрастов по достоинству оценят вкуснейшие изделия в тестовой оболочке. Особый респект заслуживают вареники, сочные наваристые позы, пельмени, равиоли. Сто процентная победа вкуса, котлеты, голубцы от компании «Вкуснодел». Уважаемые наши мужчины, компания «Вкуснодел» поздравляет всех с наступающим праздником Днем Защитников Отечества. Желает вам крепкого здоровья, быть опорой для милых дам. А наша компания предлагает все самое вкусное к праздничному столу. С наступающим праздником. «Вкуснодел» сделано с любовью, сделано для вас. В Саянске состоялся зональный конкурс исполнителей на народных инструментах среди учащихся музыкальных школ Иркутской области. Десять воспитанников Саянской детской музыкальной школы отмечены грамотами за участие «Победу» и призовые места. Два раза в год в Саянске собираются ученики музыкальных школ региона, обучающиеся игре на однородных инструментах по классу баян, аккордеон, домра, балалайка, гитара. В городе проводится зональный конкурс исполнителей на народных инструментах среди учащихся музыкальных школ Иркутской области. Кстати, организован он был педагогом Мисаянска в 1994 году. Жизнь показала насущность и необходимость этого конкурса, потому что дети постоянно растут, им нужно себя показывать, им нужно показывать себя в развитии, в творческом каком-то соревновании. Поэтому очень хорошо, что мы это сделали. Это был уже, вот сейчас конкурс, это был 23 по счету. Ежегодно мы ни одного года не пропустили. И, в общем-то, это очень хорошая была идея, она доказала нашу, так сказать, правоту в этом деле. Около 50 участников юных музыкантов из Заларези, мы, Нижнеудинска, Толунау, Стюды, Саянска и села Широгул приняли участие в конкурсе, цель которого – повышение уровня исполнительского мастерства, обучающихся на народных инструментах, выявление и поддержка одаренных детей, популяризация народных музыкальных инструментов среди детей и молодежи. Когда они видят, что ребятишек, которые играют лучше, которые играют здорово, они, естественно, это стимул к тому, чтобы себя тоже проявить. С другой стороны, те ребята, которые побеждают, видят, что они лучше, это их самоутверждение. Они видят, что не зря занимаются они, что они что-то могут из себя представить. Естественно, это их еще побуждает к тому, чтобы заниматься еще больше. Не только выступление, но и подготовка к конкурсу, говорят ребята и их педагоги, дело непростое. В первую очередь надо заниматься очень много времени. Ни час, ни два, бывает даже по три часа приходится заниматься. Еще в конкурсах надо меньше волноваться. И для этого перед конкурсами пытаются побольше выступать на сцене, перед зрителями. В первый раз, когда я была на конкурсе, когда играла маленькую мелодию, сначала не боялась, потому что не понимала вообще, в чем дело. Потом на прослушиваниях стала бояться. Ну а потом постепенно стала более активной и так не боялась уже. И результаты другие? Да, совсем другие. Для большинства конкурсантов занятие музыкой – это не только труд, но и великое удовольствие. Для иных же и вовсе семейное дело. У меня папа баянист, в общем, и мама на аккордеоне. Это почти одно и то же. И мне тоже, меня это привлекает. И я, когда пошел в музыкальную, понял, что мне будет легко учиться, когда мои родители – музыканты. Возвращаясь же к конкурсу, хочется отметить, что саянские музыканты, выступившие в номинациях «Сольное исполнение» и «Ансамблевое исполнительство», в личном зачете завоевали грамоту за участие, а также 9 дипломов за победу и призовые места. 2017 год в России объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. Минувшей неделей в Саянске прошло его торжественное открытие. «Мы с полкнутым строем по планете идем! Юное поколение России! Мы, дети твои, дорогая земля, открываем Год экологии в России!» С призыва задуматься о будущем России началось торжественное мероприятие, посвященное открытию Года экологии в Саянске. Года, когда целью работы всех общественных и государственных организаций тонет привлечение внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшение состояния экологической безопасности страны. «Я думаю, что Год экологии будет не только способствовать тому, что мы по-другому будем относиться. Это будет год создания новых законов, это год ужесточения требований к нарушителям экологии, и я думаю, этот год будет переломным в части отношения всех нас к нашим будущим проблемам, чтобы их было меньше, чтобы жить нам было лучше». Десятки мероприятий, направленных на решение экологических проблем, запланировано провести в Саянске в 2017 году. Пройдут они под девизом «Сделай планету чище, начни с себя». «Я призываю вас, в первую очередь, обращайте внимание на себя, на то, как вы ведете, что вы делаете и зачем вы это делаете. И только тогда мы будем говорить, что в нашем городе будут подвижки для того, чтобы было чисто и красиво. Я знаю, что мы все любим свой город, поэтому давайте будем стремиться содержать его в чистоте». Организаторы мероприятия отметили, что открывая год экологии в Саянске, они дают старт новым акциям, и специалисты администрации поддержат все начинания, направленные на повышение экологической грамотности горожан и улучшение экологии Саянска. Конкурс «Будок для собак» объявлен организацией «Молодая гвардия Единой России». Цель конкурса – поддержка Центра помощи животным о лучших надежды и привлечение внимания к проблеме бездомных животных. Экологические проблемы города сейчас как никогда актуальны. 2017 год объявлен годом экологии, а потому этой науке уделяется немало внимания. В городе уже сейчас проводится масса мероприятий и конкурсов, связанных с природой и братьями нашими меньшими. Вот и «Молодая гвардия Единой России» решила объявить конкурс «Всем на свете нужен дом». Молодая гвардия «Единая Россия» объявляет конкурс на лучшую будку для собаки. Участие могут принимать индивидуальные авторы и коллективные. Будки, построенные в рамках конкурса, будут переданы в Центр помощи животным и лучших надежды. Приглашаем всех к участию. Будка для собаки должна быть пригодна для проживания животного, среднего или крупного размера, как летом, так и зимой. Желательно во время постройки домика проявить творческий подход и креативность. Заявки на участие принимаются до 24 марта по электронной почте, куда нужно прислать фото будки и заявку. Все фотографии работ будут представлены в социальных сетях в группах «Молодой гвардии», где с 25 марта по 6 апреля пройдет голосование. Итоги будут подведены 7 апреля. В картиной галереи Саянска открылась выставка декоративно-прикладного искусства «Наследие, живущее в веках». Жители и гости города смогут познакомиться с произведениями талантливых мастеров зимы Исаянска. Тонко проработанные резные картины по дереву, всевозможных размеров красиво украшенные берестяные туеса, расписные и резные скульптуры и даже настоящая резная икона. Все это смогут увидеть жители и гости города, посетившие выставку «Наследие, живущее в веках», которая открылась в картинной галерее. Желающие смогут познакомиться с произведениями, известных не только в нашем городе, но и за пределами региона саянских мастеров. Вячеслава Федосеева, Александра Маркова, Василия Обыдиного. Последнего уже несколько лет нет с нами. Его работы предоставила на выставку вдова Галина Ивановна Обыдиной. Мы выражаем свою искреннюю благодарность, признательность за то, что она дала эти работы. В целом выставка получилась очень интересная, она очень разнообразная. Несмотря на то, что здесь представлены всего два материала, такие как дерево и береста, но тем не менее, работы выполненные из этого материала, они очень разнообразные. Александр Марков представил на выставку великолепные изделия в технике резьбы по дереву, панно, посвященные истории нашей области, а также серию резных старославянских букв, составив которые в один ряд можно прочесть фамилию мастера. В экспозицию вошли работы и зиминских мастеров Павла Науменко и Василия Сутырина. При входе в зал выставки сразу замечаешь большое панно, созданное Павлом Валентиновичем. Это гравюра на дереве, это три богатыря. Она восхищает своим масштабом и, конечно же, сюжетом. Очень красивое произведение, очень выразительное произведение. К тому же оно сразу же так узнаваемо, мы здесь узнаем былинных богатырей. Также Павел Науменко представил на выставке и свои работы из Капа, а Василий Иванович продемонстрировал оригинальные скульптуры из дерева, представляющие изображения славянских богов Велеса и Макоши. Увидеть, на что способны талантливые руки человека, можно в Саенской картинной галерее. Ешь не хочу! Началась масленичная неделя, во время которой принято без ограничений угощаться блинами, ходить друг к другу в гости, провожать в добрый путь зиму и встречать весну. Масленицы любимый народный праздник началась в этом году с 20 февраля. Уже с утра хозяйки постарались побаловать домочадца вкуснейшими блинчиками по собственным оригинальным рецептам. Ведь масленица недели перед Великим постом, символизирующая проводы зимы и встречу весны. Мама дома печет блины и как бы мы утром собираемся около стола и чай пьем вместе с ними и сметаной. Мы тоже пьем блины и постоянно справляем, у нас традиция есть каждый день масленицы отмечать, как и в старину. Праздник достаточно древний, как бы старая Русь, поэтому он такой семейный, любим его в кругу семьи справлять, поэтому достаточно большое значение иметь, детей посвящаем, кто что, история наша. Для православных масленичная неделя проходит под знаком прощения и примирения. Кроме того, это время веселых праздников и народных гуляний. Очень распространено было делать масленицу свою, собственную. То есть это была небольшая такая куколка, которую носили в течение недели везде в гости. Каждый день масленичной недели имеет свое название. Понедельник – встреча, знакомство невестки со сватами. Первый блин в этот день принято было отдавать нищим. Во вторник в заигрыше катались горка, веселились. Про среду лакомки расскажет поговорка, что есть в печи, то все на стол мечи. Четверг, широкий разгуляя, народ переставал работать и полностью отдавался в руки веселью. В пятницу тещи на вечерке тещи приходили в гости к зятьям на блины. В субботу на посиделки приходили заловки, а завершала масленицу прощенное воскресенье, когда повсюду разжигались костры, сжигалось чучело масленицы, и, конечно, люди пекли блины и угощались всякими вкусностями. В этот день принято просить прощения у Господа и у родных. Городская военно-спортивная игра «Зорница» проходила в этом учебном году в новом формате. Игра была разбита на несколько этапов и продолжалась весь год. А в минувшую пятницу в центре «Мегаполис Спорт» прошел заключительный этап игры «Строевая подготовка». В центре «Мегаполис Спорт» прошел заключительный этап городской военно-спортивной игры «Зорница». Стартовала игра в сентябре этапом физической подготовки. Школьники метали гранаты, подтягивались, отжимались, бегали. 14 февраля в седьмой школе прошел очередной этап разборка и сборка автомата. И вот последний этап, самый красивый и зрелищный – строевая подготовка. На этом этапе 70 человек юнормейцев из семи школ города должны были продемонстрировать умение ходить строем, знание строевого устава российских вооруженных сил. Дети тянутся сюда, тянутся к армии, тянутся к дисциплине. Им интересно разобрать автомат, побегать командой, эстафету командную провести. То есть мы надеемся, что такое мероприятие очень сильно поможет нам в воспитании детей как патриотов. Действительно, строевая подготовка объединяет команду, заставляет держаться в ногу, единым организмом. Сам интерес – это подготовка, наверное, к этой игре и волнение перед игрой. У каждой команды своя новенькая форма. Ученики седьмой школы, где в сентябре приступил к учебе первый в городе класс юных спасателей, были одеты в форму МЧС. Задача МЧС – помогать гражданским лицам тушить пожары и спасать под завалами. Я считаю, что это самое благородное дело МЧС. Окончательные итоги городской военно-спортивной игры «Зорница» будут подведены на торжественном вечере во Дворце культуры юности, посвященном Дню защитников Отечества. И это все новости на сегодня. Всего вам доброго. До свидания.